Москвичей-то призвали не кормить хлебом уток. По словам специалистов, такая пища может вызвать у птиц серьезные проблемы со здоровьем. И кроме того, хлебные крошки нарушают экосистему городских водоемов. Какой корм для уток максимально все же полезен и где его можно купить, расскажет Ангелина Жукова. Ангелина и Сергей несколько раз в неделю ходят гулять в разные парки Москвы. Выбирают те, где есть уточки, чтобы покормить птиц. Сейчас тяжелое время для них, наверное, потому что уже и холода наступили, и не так много пищи, в принципе, можно найти на улице. И не знаю, я не особо часто вижу, как люди подкармливают. Вот хотя бы мы. Действительно, в холодное время года птицам сложнее найти себе корм. Поэтому можно помочь им и принести лакомство. Только к их выбору стоит подойти серьезно. Если мы говорим о черном хлебе, то он просто очень плохо усваивается птицами. И по факту она тратит на его переваривание больше сил, чем может получить питательных веществ от такой еды. В холодную погоду это для нее может быть просто фатально. То есть черным хлебом вообще категорично птиц кормить нельзя. Самый идеальный вариант – это специальный комбикорм, а также злаки. Например, геркулес или гречка. Можно давать дробленый горох, морковь. А вот белый хлеб, булочки, печенье для уток – примерно то же самое, что и пирожное для людей. Птицам нравится. Но такие угощения приведут к ожирению, а лишний вес будет мешать летать. Рядом с прудом стоят автоматы. В них можно купить корм не только для птиц, но и для белок. Так, давайте выберем любой. 25-й, например, да? Так, оплатить. Успешно. Оп. И вот он, наш корм для уток. Пойдем кормить? Это сбалансированный корм, который содержит все необходимые вещества, полезный и питательный. Знаю, что хлебом нельзя кормить, потому что опасно для их пищеварения кормить специальным кормом. Знаю, что нельзя кормить уток хлебом, потому что он у них разбухает в желудке. В домашних условиях-то их кормят определенным кормом, а это же дикая утка. И, конечно, она питается, у нее рацион питания свой. Под кормкой – это не 100% и даже не 80% еды, которую потребляют эти птицы. В основном они питаются тем, что находятся в воде. То есть настекомыми, рыбками, мелкими водорослями, рачками и прочим. Если вы начали кормить, то, конечно, желательно это делать постоянно, потому что птицы очень быстро привыкают к режиму кормления, к каким-то моментам. Соответственно, как часто бывает, пока тепло и комфортно, все ходят кормим. Как только на улице метели минус 20, да, все говорят, да нет, сегодня не пойдем. А птицы надеялись и ждали. Поэтому взяли на себя ответственность кормить до упора, до весны. Птицы остаются зимовать в незамерзших относительно теплых акваториях. Там есть биоорганика в любое время года. И все же от дополнительного рациона они тоже не откажутся. Ангелина Жукова, Анастасия Шерстобитова, Евгений Солдатов, Москва, 24.